судить людей не мое но я не могу понять как можно воевать против своих соотечественников даже если ненавидишь режим написала сегодня ксения собчак про петра верзилова который дал интервью юрию дудю давайте разберемся в этих трех персонажах и в том почему сегодняшний выпуск реман за неделю я начинаю с этого как с главной на мой взгляд новости интервью верзилова дудю петр верзилов воюет сегодня в составе вооруженных сил украины он прошел через бахмут участвовал в обороне бахмута сейчас участвует каких-то других операциях он про это естественно не говорит важно что он гражданин россии гражданин россии который воюет в составе вооруженных сил украины и он дает интервью юрию дудю самому популярному блогеру среди тех кто вообще наверное говорит по-русски мире и в этом интервью верзилов рассказывает всю правду о нашей войне всю правду о действиях российской армии на оккупированных украинских территориях всю правду о том что они делали в бахмуте всю правду о том что они делали в куче в арпине потому что верзилов был там как журналист сразу после того как эти города были освобождены от российской оккупации и наверное это интервью по важности своей для если мы хотим что-то донести до россиян то ничего более важного пока не было сделано в медиапространстве еще раз попытка донести до россиян кто они такие что у них за страна кто такая их армия кто такие русские солдаты и офицеры на самом деле вот ничего более важного не было сделать и если со стороны петра верзилова это можно назвать обычным поступком почему потому что храбрый поступок это воевать в бахмуте а там есть видео конкретно из его окопов то есть он воюет по-настоящему то со стороны дудя это конечно огромный гражданский поступок опубликовать такое интервью я думаю что не сегодня завтра на него заведут уголовное дело вот за это интервью почему-то я не сомневаюсь вообще а ксения собчак говорит еще раз скажу как можно воевать против своих соотечественников даже если ненавидишь это верзилов непростой человек он не не сегодня стал знаменит только на войне он знаменитый художник акционист один из лидеров группы война это если кто следил это те которые член в плену фсб долбить в защиту 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 наследника медвежонка акция в зоологическом музее так далее так далее он был также знаменит как один из вдохновителей что ли группы посерайт его жена была толоконникова вот которая одна из посерайт которая сидела потом в тюрьме то есть это знаменитый такой достаточно человек он главный редактор или как-то называется ретиректор медиазоны тоже знаменитого сайта который подробно расследовал все преступления россиян в куче в том числе и расследовал преступления например вагнеровцев в центральной африке когда они убивали журналистов он сам туда ездил все это расследовал и вот во время войны пётр верзилов который приехал сюда как журналист украину снимать фильм об этой войне результате оказался в рядах вооруженных сил украины а ксения собчак говорит я еще раз ее процитирую как можно воевать против своих соотечественников даже если ненавидишь режим но есть нюанс важнейший важнейший именно поэтому я начинаю с этого потому что пётр верзилов воюет против своих соотечественников против россиян он сам россиянин не потому что он ненавидит режим не потому что ему не нравится какой-то путин он воюет против российских военных против убийц грабителей и насильников и он об этом открыто говорит не потому что он ненавидит режим не И чтобы сместить, ой, мы там воюем против России, потому что нам режим не нравится, нам жаль, что мы убиваем этих солдат. Нет, не жаль. Он рассказывает о том, что на украинскую землю пришли грабители, насильники и убийцы. И поэтому он воюет на стороне Украины. Вот там в этом интервью Дудю у них пошел такой разговор, что в детском лагере, который находится в Эстонии, Петр Берзинов, тот же самый, приезжает как вожатый детского лагеря. Где лагеря для подростков? И Юрий Дудь спрашивает, скажи, ну вот внутри Российской Федерации в какие-то детские лагеря приезжают вагнеровцы, там ветераны войны российские, рассказывают о своих подвигах. А чем это отличается от того, что ты приезжаешь в лагерь для детей в Эстонии и рассказываешь о том, как у вас там на войне что происходит? А Петр Берзинов говорит, ну очень просто. То, что человек ходит с оружием и стреляет, это не означает, что он на стороне зла. Понимаете разницу? Действительно, разница простая. Вот бандит, убийца, который с пистолетом заходит, стреляет в людей, кого-то захватывает женщину или ребенка, насилует его. Это бандит. А в это же время полицейский, который пытается поймать этого бандита, он тоже идет с пистолетом и тоже стреляет в этого бандита. И возможно даже убивает его. Но есть разница? Есть разница. И вот вы понимаете эту разницу. Я понимаю эту разницу. Петр Берзинов понимает эту разницу. Теперь Юрий Дудь понимает эту разницу, потому что ее объяснил Петр Берзинов. А Ксения Собчак даже до своих взрослых лет не понимает эту разницу. Она не понимает, что воюет Петр Берзинов. И все наши солдаты, миллион триста тысяч наших военных, воюют не против путинского режима, а против российских военных, которые пришли сотнями тысяч убивать, грабить, насиловать. И что наши солдаты это как полицейские, а их солдаты это как бандиты, убийцы и насильники. То есть если следовать логике Ксении Собчак, вот она говорит, как можно воевать против своих соотечественников, даже если не дойдешь режим. То есть по ее логике, вот Чикатило ее соотечественник, соотечественник Ксении Собчак. По ее логике Чикатило нельзя было ловить. Ну что вы, ни в коем случае, пускай бы он всех насиловал подряд. Он же соотечественник, он же насильник, но с их паспортом. То есть Ксения Собчак поддерживает людей, которые творили преступления в Буче и в Арпене. А про эти преступления Петр Верзилов первый россиян, который про это рассказывает. Это важно, ну так подробно, да. Еще раз, мы видели тысячи таких интервью от наших бойцов. От бойцов украинской армии, нашим украинским журналистам. И это очень важно. И мы в Украине все все знаем. Все все знаем про это. У нас нет сомнений, когда мы про это слышим. А россияне не хотят, многие, большинство, подавляющее большинство, сто с лишним миллионов, не хотят верить, что их военные это убийцы, садисты и насилие. Что это синоним слова русский офицер, русский солдат. Они в это верить не хотят. И вот выходит россиянин и другому россиянину об этом рассказывали. В этом важности. И рассказывает Петр Верзилов, он провел большое расследование в Буче. Он приехал как раз, когда вскрывали братские могилы туда на четвертый день после освобождения. Рассказывает, что все это было абсолютно системным. Все эти действия россиян в Буче. За то, что я тогда, я тогда написал и сказал, что это все делалось по приказу к величному Путина из Кремля. Все эти изнасилования детей. Со мной многие там в Дреск разругались и перестали общаться. Было такое тоже. Ну, те, кто был типа нейтральным, да-да-да, но не настолько же, говорили мне. Понимаете? Вот. А Петр Верзилов собрал об этом свидетельство. Последние две недели оккупации, из всего сколько там недель, сколько там недель длилось, да, оккупация, да, 4-5 недель. Последние две недели группами по 4-5 человек, российские военные, во главе с командиром, системно обходили каждый подвал, где сидели люди. Люди прятались от боев и выводили там девушек, женщин и девочек маленьких и насиловали их всех. Вот этим занимались российские военные. Дальше отдельно расстрелы. Мужчин расстреливали со связанными руками. Просто так, потому что не нравится. И об этом рассказывает Петр Верзилов. А Ксения Собчак говорит, что как же можно воевать против своих соотечественников, даже если ненавидишь режим. Но и не против режима он воюет, а против россиян, которые поддерживают вот это все. Которые сами вот это всех убивают. Понимаете историю? К сожалению, вот мы здесь все в Украине на 100% знаем, что вот это так. А в России очень мало людей способны в это поверить. Что их соотечественники вот такие чикатилы. И что у них в стране проживает более миллиона чикатил. Более миллиона чикатил. И еще 100 миллионов тех, кто на стороне этих чикатил. Поверить в это трудно, но нужно. Я верю, что это интервью, которое Верзилов дал Дудю. Я очень благодарен Юрию Дудю за это. За вклад в нашу победу. Победу Украины. И как бы то ни было возможно, хоть кому-то он раскроет глаза на то, что происходит в Украине. Я говорил на этой неделе, рассказывал свое интервью, которое я дал Republic.ru. И я рассказывал, какая там была реакция в комментариях, как там те самые неверующие россияне комментировали. Но на самом деле самому изданию Republic.ru я тоже благодарен. Ведь они же опубликовали мои слова так, как я их сказал. И стали приупрашивать действительность, исправлять и так далее. Вот так. Вот такое начало. Такое начало у сегодняшнего выпуска «Жетельман за неделю». Бен Волос, бывший министр обороны Великобритании, говорит, каждый раз, когда Россия наносит удары по гражданскому населению, нарушает международные права, нацеливаясь на объекты гражданской инфраструктуры в Украине, необходима соответствующая реакция. Мы сделали это со «Старстик» и «Стормшедов». Теперь Германия должна направить свои ракетные комплексы «Таурус» в Украину и присоединиться к Великобритании и Франции. Понимаете? То есть после того, как россияне вчера убили в поселке Гроза Купинского района Харьковской области 52 человека, вот после этого Бен Волос говорит, что теперь Германия обязана направить «Таурус». Нет, спасибо Бену Волосу, конечно. Мы ему в любом случае благодарны и за решение по «Стормшеду», и за множество других решений, которые он принял на посту министра обороны, и за то, что он уже уйдя с этого поста, поддерживает нас регулярными публикациями, статьями, высказывает. Но поймите саму логику, да, логику не Бена Волоса, а западных наших союзников. То есть надо, чтобы сначала погибли десятки мирных граждан, только после каждого массового убийства, которое совершили россияне, только после этого нам дадут какие-то ракеты. И то еще не факт, что дадут, потому что правительство Германии сказало, что не рассматривают в ближайшие перспективы передачу этих самых ракет «Таурус». Хотя, может быть, теперь действительно рассмотрят гроза. Гроза уже прогремела. Эта гроза гремит сегодня над Украиной, но завтра будет греметь над всей Европой. Вчера убили 52 человека. Люди собрались на поминки. Что там произошло? Перезахоранивали нашего военного. Он погиб, был похоронен в городе Днепр. И семья решила перезахоронить его в родном селе, в селе Гроза. Россияне, увидев, что там скопилось много гражданских, ударили ракетой «Искандер», баллистической ракетой, специально ударили по этому селу, по скоплению людей. Убили 52 человека, в том числе 10-летнего мальчика. Погиб, погибла вдова этого военного, погиб их сын, его жена погибла, вся семья. И еще много семей. Кто видел страшные эти кадры, где сложены вместе мобильные телефоны, которые найдены на месте катастрофы, на месте массового убийства этого. И они звонят все одновременно, потому что все разыскивают своих родных, любимых. Но их больше нет в живых. Их убили россияне. Вот вам еще одна иллюстрация. Продолжение. Гуча продолжается. Теперь в таком виде. Да, к счастью, россияне не имеют доступа в поселок Гроза. Они не смогли зайти туда сами. Не смогли этих людей расстрелять со связанными руками. Не смогли их изнасиловать, хотя так хотели. Но зато убили Искандера. Все-таки потерь в любом случае меньше, поэтому наши не сдаются. Наша армия, наша армия сегодня нас защищает. Сегодня уже утром в пятницу, сегодня пятница, 6 октября. Россияне еще ударили по Харькову полистическими ракетами. Тоже ребенок убит, 26 раненых. Россияне ударили по Херсону, там тоже есть погибший ребенок. Как мрачно, как всегда пошутил, но такой черный юмор у этого человека Александра Глебовича Невзоров. Похоже, они хотят подарить Путину ровно 71 убитого гражданского за эти два дня. Потому что завтра у Путина 71 год. И в качестве таких свечей для порта нужны тела мертвых детей, мертвых украинцев. Такой черный юмор у Невзорово, понимаю, это не юмор, это сарказм. Но это похоже на правду, то, что действительно хотят россияне. И вчера Путин выступал на Валдае. Среди всего, что сказал Путин на Валдае, есть самый важный тезис, который, по-моему, правдив. Вот все остальное он врал, он все время врет, вы знаете. Он врал о том, что Россия не начинает войны, она их заканчивает. Еще он врал про Пригожину, но это мы с вами отдельно, вот это тот случай, который заслуживает отдельного разговора. В общем, он врал про какой-то НАТО, шмата, фигата, про все, что угодно. Но про что он сказал правду? Путин сказал, что эта война, говорит, не за территорией. Это же, конечно, странно так себе, даже что еще не за территорией, если главный праздник, они учили в деле праздник по поводу войны в Украине. 30 сентября у них теперь ежегодный день оккупации украинских территорий, которые отмечают всей страной, празднуют, поют песни. А как тогда, если день оккупации вы празднуете территорией, то почему война не за территорией, что-то непонятно, правда? Но, ладно, простим ему эту ошибку, ошибку, неточность. Но что он сказал? Он сказал, что мы воюем за ценности. Да, говорит, мы не понимаем, что с той стороны люди воюют за какую-то цивилизацию, говорит, это я не понимаю. Какой такой цивилизация, я и их вины не понимаю вообще, что за цивилизация может быть с их стороны. Мы же, говорит, с нашей стороны воюем за наши ценности и за то, как будет выглядеть будущий мир. Не больше и не меньше. Вот. Поэтому мы знаем, как будет выглядеть будущий мир в представлении россиян, которые воюют. Они же воюют, правильно? Мы знаем, как будет выглядеть будущий мир. Вот вам муча, вот вам поселок Гроза. Это и есть будущий мир глазами россиян. Вот за это они воюют. За право убивать тех, кто им не нравится. За право воровать то, что они хотят. Лучше всего, на самом деле, конечно, за всю войну, сколько у них было идеологов, как они пытались. Вот этот Z, вся эта O, V, вся эта чушь, да, все эти лозунги, чего там, верой, правдой, царюм, отечеством, бла-бла-бла. Ничто не сработало. Никакие стишки сраные, которые читал им Машков со сцены, никому не зашли, неинтересно. Все эти песни Шаманов и Киркоровых, все это неинтересно. Есть один человек, один великий русский идеолог, и это не Дугин, который смог сформулировать русскую национальную идею. После 31 год Российской Федерации, уже 32 скоро, 32 года существует Российская Федерация, и она так долго искала эту национальную идею Российской Федерации. И она была найдена устами великого татарского. Татарский был российский пропагандист, напомню, да, который был убит, взорван в кафе на Васильевском острове. И вот этот татарский, стоя в Кремле, на камеру сказал, всех убьем, всех ограбим, все как мы любим. Это русская национальная идея, она есть. За нее воюет Путин, за него воюет его армия, за нее воюет российский народ, который массами, сотнями тысяч, сотнями записывается в добровольца. Сотнями тысяч идет на войну, чтобы отстоять свое право убивать, грабить и делать все, как они любят. И в этом Путин не соврал. Действительно война за ценности. Россия действительно воюет за ценности. Ну что тут поделаешь? Вчера моя подруга мне из Петербурга писала. Письмо тоже очень такое. Приходил к ней ремонтник, там что-то дом починить. И она с ним в качестве светской беседы спросила, молодой парень, а не боитесь, что вас мобилизуют? А чего же тут бояться? Надо будет, так пойду же за родину, как все мои друзья пошли. Понимаете, когда друзья пошли. А за что, спрашивают мои подруги. Как же, там же на Донбассе защищать. В общем, вся вот эта бла-бла-бла. И это ему еще не сказали, что он будет иметь право грабить, кого захочет убивать. Все как нравится, все как он любит. Тяжелое начало у сегодняшнего выпуска. Вы простите, иногда я говорю тяжелые вещи, но зато реалистичные. Я думаю, что мне в качестве награды сейчас нужно, чтобы вы подписались на мой канал Шетельман. Потому что забавные вещи тоже будут. Мы до них тоже обязательно уберемся. Подпишитесь на канал Шетельман. У меня сегодня 281 тысяча подписчиков. Вот-вот будет, с минуты на минуту должна быть. Поэтому, либо внизу нажмете кнопку подписка, либо переходите в описании, написано. Если вы смотрите в другом канале, то в описании, в ссылке написано. Подпишитесь на канал Шетельман. Шетельман английскими буквами. Кликаете и подписываетесь. Ну и, конечно, поставьте лайк этому видео. Переходим к чуть более легким новостям, чем то, что вы слышали до этого. «А как по Волге ходит одинокий бурлак, Ходит бичевой небесных равнин. Ему господин кажет с неба кулак, А ему все смешно в кулаке кокаин». Это просто пророческая песня Бориса Гребенщикова. Написано, черт знает когда. Но заметьте, господин кажет с неба кулак, А ему все смешно в кулаке кокаин. Вы, надеюсь, догадались, о ком это те, кто слышал вчерашнюю речь Путина. Да никто ее не слышал. Он там болтал, как всегда, свои два часа. Все читали выигрышки или слушали маленькие отрывочки в телеграммочке. Кто же полностью слушает Путина-то будет, потому что в основном там какие-то бритни про НАТО и фальшивую историю нашей маленькой планеты. Так вот, что рассказал, значит, Путин? Путин рассказал, что, оказывается, в Следственном комитете Российской Федерации уже полностью провели расследование гибели Пригожина. И что выяснилось? Вы знаете, мне, говорит, по секрету, Путин, наш представитель Следственного комитета уже рассказал, что, оказывается, в телах вот этих вот вагнеровцев были обнаружены осколки от гранат. Да, в телах осколки от гранат. Вообще, во-первых, интересно так, что президент Российской Федерации между делом раскрывает тайну следствия. Ему по секрету сообщил глава Следственного комитета, а он по секрету сообщил еще семимиллиардным жителям этой планеты о том, что, оказывается, в телах вагнеровцев обнаружены осколки гранат. Играли мальчик, как дети в подвале играли в садистов, зверски замучен отряд каратистов. Маленький мальчик гранату нашел. Что там дальше? Маленький, ну да, в общем, дернул чеку и так далее. Больше в футбол не играл пахтакор. Я, извините, спутал все детские стежки вместе. Дети в подвале играли в гестапо, зверски замучен сантехник по тапу. Ну, а в данной ситуации было бы уместно, что там, господи, вагнеровцы в самолете играли в гестапо, да, и взорвалась, и в руках у них взорвалась граната. Но Путин пошел дальше. Он сказал, тут, знаете, мы на алкоголь не проводили, к сожалению, тесты, на алкоголь и наркотики в их крови, но, но, при обыске у них в офисе нашли 5 килограмм кокаина, сами понимаете. То есть, по версии Путина, которую он высказал прямо, два героя Российской Федерации, которые смогли во время этой войны захватить несколько украинских городов, в отличие от Российской Армии, смогли. Значит, они, и когда летят в самолете, они обычно играют гранатами, и, обнюхавшись кокаина, естественно, видимо, вместе с летчиком, 5 килограммами кокаина унюхались, и путь-дорожка фронтовая. Вот, теперь я понял смысл слова путь-дорожка фронтовая. Это про эту дорожку кокаиновую, правда? Путь-дорожка фронтовая. Хорошо, так и назову этот отрывок. Не, прямо за такое изобретение, которое я сейчас сказал, вы обязаны подписаться на канал, если не подписались после прошлого нового заявления. Итак, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Но эта бомбежка оказалась страшна, потому что бомбили они изнутри самолета, взрывали гранаты. Возникает несколько вопросов. Подождите, а в аэропорту Шереметьево, в частный самолет, не военный же самолет, военный аэродром, а в частный самолет в аэропорту Шереметьево, видимо, можно приходить со своими гранатами и 5 килограммами кокаина. Ну, по мнению Путина, ну, конечно, можно. Видимо, потому что ему можно, он обычно в свой самолет садится с 5 килограммами кокаина, ну, или он в Лавровский самолет, или Лавров к нему все время с 5 килограммом кокаина садится, не знаю. То есть можно. Путь-дорожка фронтовая, она работает. Значит, что я не всегда... Путь-дорожка фронтовая. Я просто не могу переуспокоиться после этой фразы, простите. Я просто живо себе представляю, как они сидят такие, знаете, в окопе, вахмуты. Эх, путь-дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Новый смысл просто. Новый смысл подарит мне предмет. Вот. Вы знаете, в чатах есть чаты, где объединились вдовы и родственники убитых вагнеровцев. Ну, учитывая, что на фронте погибло 30-40-50 тысяч вагнеровцев, то этих вдов, я думаю, еще 1150-200 нашлось, правильно, за это время. То есть, это самый большой чат, который есть в истории Российской Федерации, видимо. И они там это обсуждают, то есть, они возмущены, они требуют нового похода на Москву. Да, серьезно, они требуют от своих покойных мужей, да, мертвецы, господи. Что это за поход? Поход с зомби на Москву, потому что они считают это личным оскорблением, что Путин нанес оскорбление памяти их мужей, тем, что обвинил их в том, что они все, унюхавшись кокаина, значит, взрывают гранаты у себя в руках. К сожалению, профессиональные из военных Российской Федерации. Еще больше ужасает то, что все это говорит президент РФ. Президент страны, постоянного членов соединения безопасности. Президент, про которого недавно говорили, что не надо дать ему потерять лицо. Президент, про которого еще недавно к нему летали всякие мировые лидеры, реально о чем-то уговаривали, на что-то звонили, звали. Слушайте, он с ними на J7 или что там, J8 выступал, он на J8 выступал с ними вместе, сидел на всяких встречах, на переговорах. А сейчас он рассказывает про 5 килограмм кокаина и гранаты, которые у них в руках взорвались. На голубом, как говорится, глазу. Вот кто после этого поверит, что в России есть какое-то государство? Как? Надо снова вернуться к словам Ксении Собчак. Чего там? Не нравится, по ее мнению, Верзилова? С кем там якобы, значит, воюет Верзилов по словам Ксении Собчак? Как можно воевать против своих соотечественников, даже если ненавидишь режим? Какой режим? Режим в дурдоме, в палате, куда нужно положить этого человека? Вот там режим. Это я понимаю. А то, что у Путина уже нельзя назвать словом режим, словом дурдом. Как можно воевать против своих соотечественников, даже если ненавидишь этот дурдом? В общем, на весь Валдай, как говорится. Но это он расхрабрился, Путин. Расхрабрился, распушился, разбухарился после того, как понимает, что с неба-то грозить некому. Ведь как пел Гребенщиков, если ему господин кажет с неба кулак, а ему все смешно, в кулаке кокаин. И он думает, что теперь Пригожин ему только действительно с неба уже кажет кулак, только не с самолета, а там еще выше, а в кулаке кокаин. Вот так вот Путин разговелся. Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал. И у России будет достаточно силы атаковать страны, которые в фокусе российской экспансии. Кроме Украины, это точно страны Балтии, точно те страны, на территории которых присутствуют российские контингенты. Это четкая информация от нашей разведки, и мы сигнализируем вам об этом, сообщил Владимир Зеленский вчера, находясь в Испании, в Гранаде, на встрече с лидерами стран Европы. Вот такое предупреждение, прямое предупреждение. То есть наша разведка, наша разведка в последнее время, как действительно ошибается, говорит, что в 2028 году россияне готовы начать вторую войну, уже войну против всей Европы, по крайней мере против восточной части цивилизованной Европы. А что же нам на это отвечает сама Европа? Там же, прямо там же, в той же самой Гранаде, прозвучали некоторые, к сожалению, ответы. Вот Боррель, Боррель, который, Жозеп Боррель, который еще в воскресенье прошлое, всего лишь в прошлое воскресенье, я ухвастался, что Жозеп Боррель приехал в Украину, привез 27 министров иностранных дел и сказал, что если даже Соединенные Штаты не смогут оказывать помощь Украине военному, то за это возьмется Европа, и все будет нормально, Европа нас не бросит, и рассказывал такие цифры, и что к чему. Но теперь Боррель вдруг неожиданно поменял свое видение, то есть нет, он не отказывается, Европа будет помогать, но ЕС не сможет заменить поддержку Украины со стороны США, говорит Боррель. Украина нуждается в поддержке ЕС, и мы уверены, что будем иметь ее, и мы повысим ее, но также Украина нуждается в помощи США, я надеюсь, украинцы надеются, я думаю, что каждый, кто не хочет, чтобы Путин выиграл эту войну, должен искать пути, чтобы США пересмотрели этот вопрос и продолжили поддерживать Украину. Европа не может заменить США в вопросе поддержки Украины, хотя планирует расширить помощь, Европа увеличивает свою поддержку, на столе предложений на 50 миллиардов евро гражданской экономической стороны и 20 миллиардов евро с военной стороны. Да, мы благодарны Евросоюзу, безусловно, он нас поддерживает. Безусловно, это огромные деньги, 50 миллиардов евро экономической помощи, 20 миллиардов евро помощи военной. Безусловно, безусловно. Мало того, я вам процитирую сейчас еще один источник Guardian Weekly вышел, британский журнал, приложение газеты Guardian, или не приложение, короче, тот же издательский дом, что Guardian, вышел с обложкой, которая написана No Way Back, How Ukraine Has Changed the EU. То есть, нет, обратной дороги нет, помните, такой фильм, да, просто тоже про войну, обратной дороги нет, как Украина изменила Евросоюз. И вот в начале этой статьи цитируется вице-адмирал Эрви Балежан, возглавлявший военный штаб Евросоюза еще недавно, до нынешнего июня. Он говорит, что в течение 36 часов после начала полномасштабного вторжения России в ЕС, Евросоюз, ранее связанный, цитирую генерал, ранее связанный только с экономической и мягкой силой, единогласно решил предоставить деньги на смертоносное оборудование стране, находящейся в состоянии войны. Если бы за месяц до этого вы спросили меня, возможно ли такое, я бы посмеялся над этой идеей, говорит генерал. То есть нам есть за что благодарить Европу, безусловно есть, без нее мы бы не выдержали, мы бы не выстояли без французских гаубиц, мы бы не выстояли без испанских танков, ну Испания предоставила нам достаточно много Леопард-2, мы бы не выстояли без этих патронов, без всего этого оборудования, которое они нам бесконечно дают. Самолеты они нам собираются давать, тоже европейские страны, браво, отлично, спасибо большое. Но как можно сказать, Евросоюз один не справится? С чем не справится? С чем? С нападением Российской Федерации он не справится? А если Российская Федерация нападет на Европу, то что тогда будет? А неужели не понимают в Европе до сих пор, что Европа следующая цель после Украины? И что тогда? Европа сама не выстоит против России? России? Несколько цифр, простите за занудство, но, значит, бюджет Российской Федерации 330 миллиардов долларов в следующем году, примерно. Из них на войну решили потратить 110, то есть треть всех денег Российская Федерация хочет потратить на войну, треть всего, что у них есть. Вместе с закрытыми, секретными статьями бюджета, там может быть даже половина денег на войну. Предположим, половина, 150, 160 даже, черт с ним, миллиардов долларов. Но там уже больше наращивать некуда. То есть если вы половину ваших денег тратите на войну, а половину на все остальное, на медицину, здравоохранение, соцобеспечение, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, то у вас не то, чтобы был запас по увеличению. Ну хорошо, даже если вы заставите всех голодать, никому больше ничего не будете давать, лечить никого не будете, учить не будете, школы закроете, то максимум в два раза можете увеличить, правильно, расходы на войну. Другого-то у вас нет, ничего. А сколько бюджет, по-вашему, всех стран Евросоюза вместе взятых? Я сейчас не говорю бюджет ЕС, бюджет всех стран Евросоюза вместе взятых. Скажу, примерно 8 триллионов долларов, примерно. 8 триллионов это 8 тысяч миллиардов, у тех 330 миллиардов, у этих 8 тысяч миллиардов. То есть во сколько раз больше? В 25 раз? Евросоюз в 25 раз больше, чем Россия, в 25. И он не может в одиночку справиться с помощью Украины, будучи в 25 раз больше, чем Россия. Сколько от того бюджета надо потратить, чтобы... Вы понимаете, что если Россия тратит сегодня треть, слэш половина от бюджета на войну. Если Евросоюз скажет, а мы от нашего, действительно, от того, что у нас есть, потратим 20% на войну. 20%. Сумасшедшая цифра. 20%. То Россию можно будет размазать ровным слоем по всей ее вот этой одной седьмой части суши. Просто размазать в говно, втоптать эту Россию. Понимаете? Смешать с говном, полностью уничтожить. На это хватит европейских денег. Причем за год это можно сделать. Ничего от России не останется. И вот вопрос какой? Терпеть? Ждать, пока Россия накопит силы к 2028 году? Да? И тогда самим уже отбиваться от Российской Федерации? А как вы собираетесь отбиваться, если вы не готовы потратить достаточные суммы, достаточные силы, достаточные средства на войну? Ну как вы собираетесь отбиваться? Я не понимаю. Проще же сейчас. Как было бы красиво, да? Взяли и уничтожили всю Россию с паром. Без всяких американцев. И кто тогда круче, Европа или Америка? А? Ну нет. Мы будем ждать поддержки со стороны Соединенных Штатов. А что еще делать? Будем ждать, конечно. И еще одна плохая новость. Простите, мне стыдно уже, да, что я вас посыпаю прям сегодня плохими новостями. Вы же сами говорите, Михаил, после вас такой оптимизм и так далее. Но когда есть плохие новости, замалчивать их тоже не надо. Но все равно не в духе Арестовича будет. Знаете, мне написали за последние дни, огромное количество писем. Михаил, а вы смотрели, как Арестович дал интервью Гордону про новую какую-то там политику Украины. Новая и так далее, и так далее, и так далее. Вы реально распереживались, те, кто это видел. Никому не рекомендую смотреть. Я, честно, я посмотрел. Ну, я посмотрел, вот знаете, выжимками, отрывками. Я подряд не смог смотреть. Ну, ребят, знаете, почему это так неприятно смотреть вам всем было? Потому что это, к сожалению, политиканство. Вот это политиканство. Это уже не какой-то политический анализ, профессиональный анализ. Это политиканство. Как только вы слышите от украинского... Ну, то есть у меня такое ощущение, что это был Арестович-политик. Арестович-политик, который решил пойти на выборы. И он начинает поливать грязью будущих своих конкурентов. Эти все неправильно подготовились к зиме. Там ужасный провал. Там неправильные люди на должностях. Тут надо всех заменить. В Верховной Раде неправильные люди. На должностях неправильные люди. Слушайте, вы это первый раз слышите, что ли? Я первый раз слышу. Но у нас каждый раз избрали кого-то. Через год начинается что? Тут все неправильные, министры все неправильные. Этих надо заменить. Просто надо правильных людей назначить, и все будет хорошо. Получилось у нас за 31 год, 32 года существования Украины назначить наконец правильных людей? Не получилось. А может, не бывает каких-то других людей? Может, надо уже понять, что такие у нас люди. Ну что? Ну так. Давайте с этим иметь дело, как-то с этим работать. Поэтому вот политиканство, честно, вот сейчас, особенно во время войны, после войны хотите служить политиканству? Пожалуйста. Включите любой новостной канал. Помните, до войны были вот такие новостные каналы, вот в огромном количестве, где по очереди приходили всякие депутаты. Приходит депутат от партии, не знаю, там, фиговщина. И говорит, вот мы тут из фиговщина, а вот у вас там азиатская Украина. Да, вот азиатская Украина, все говнюки. Вот вы не проголосовали ни за каких законопроектов, или просто предлагали законопроектов. Потом приходит азиатская Украина, говорит, а вот у вас фиговщина, там вообще творится фиговщина, вот мы выберем законопроект, а у вас там все неправильно. Ну, примерно так, правильно? Нам сейчас во время войны все это слушать, серьезно? А то опять какие-то голоса поднимаются про выборы. В смысле, мы хотим во время войны вот это все слушать, вот это все? Как будут там разные политики друг на друга, вот что-то там, те такой законопроект подли, те такой? Ну, это какой-то бесконечный популизм. Зачем он нужен? Кому это сейчас интересно? У нас люди гибнут каждый день, вы что, серьезно? Поэтому, вот вы меня просили посмотреть, я посмотрел, дал свой анализ. Лучше посмотрите Дудя, посмотрите Дудя, серьезно. Сверзилову. Они вот, ну да, ну слушайте, когда Аристоевич говорит дело, он знает свое дело. А когда он начинает заниматься политиканством, так и не надо его слушать, мне так кажется. Там даже в Гордону стало плохо, у него мешки под глазами появились, он постарел на 20 лет, серьезно. К концу интервью на 20 лет постарел. Так вот, плохие новости, продолжаем. Новостей-то плохих хватает. Значит, поддержка американцами при выставлении Украине оружия падает. То есть, мы сейчас говорим не про политику, не про конгрессменов, сенаторов, которые там друг друга увольняют. Про народ, американский народ. Итак, проведен опрос свеженький. И согласно этому опросу, значит, 41% американцев согласны с утверждением, что Вашингтон должен предоставить оружие Украине. А это Рейтерс, кстати, опрос проводил. Дальше. При этом 35% не согласны, а остальные не определились с ответом. 41% согласны, что надо давать оружие Украине, 35% не согласны. То есть, как видите, большинство – это хорошо. Ну, если бы мы с вами говорили про какую-то европейскую страну, может быть, это было бы и хорошо. Но для Америки маловато. Потому что в мае месяце эти же люди проводили другой опрос. И тогда было 46% за поддержку, не за поддержку, а за предоставление вооружений. Украине 29% против. Итак, было 46%. Посмотрите, было 46% за, стало 41%. Было 29% против, стало 35%. Тревожно. Тенденция тревожная, ничего хорошего в этом нет. Она тревожна. Опрос был проведен в то время, когда лидеры Конгресса обсуждают запрос Байдена на доп. финансирование для Украины в размере 24 миллиарда долларов, из которых 17 – это военная помощь. По-прежнему большинство. То есть, я почему-то думаю, что будут эти 24 миллиарда долларов. Максимум там будет 24-23,5. Но они будут. В это я верю. Но тенденция плохая. Что делать с ней? У меня нет простого ответа. Мы не можем взять и убедить сотни миллионов американцев передумывать и так далее. Вот они устают от войны, в отличие от нас. В отличие от нас. Потому что для них война все равно телевизор. Некий телевизор. Кстати, вот в чем прав Бен Уоллес, когда говорит, что теперь после того, что россияне сотворили в поселке Гроза, где они убили 52 человека, надо дать Таугрусы. Я думаю, сейчас, в эти дни, эту всю трагедию будут подробнейшим образом освещать в американских СМИ. А там будут ее освещать, поверьте, будут. И вот этот, если провести опрос еще через две недели, то все вернется на круги своя. Снова станет, как было в мае, снова станет 46% за то, чтобы давать оружие, и 29% против. То есть снова поддержка вырастет. Понимаете, какой кровавой ценой это растет? Вот это грустная история. Нам, мы не можем переубеждать американцев. Американцев, это естественный процесс. Мы должны работать с их политическими лидерами, которые не подвержены, по идее, не должны быть подвержены вот этим эмоциональным качелям от того, что они сегодня одно выделяются, завтра другое. Это все-таки должны быть конгрессмены, сенаторы, опытные люди. И они должны без реакции на какое-то мгновенное, 7-минутное, что ли, событие принимать решение. Надеемся на них. Надеемся, что все у нас там будет чики-пуки. С самой линии фронта мне уже как-то привычно даже, что рассказать-то я вам ничего не могу. Слушайте военных экспертов, но вот статистически, да, за вчерашний день еще 20 танков. Это какая-то снова огромная цифра. 30 бронетранспортеров, 23 артиллерийских орудия, 35 грузовиков. В общем, в сумме 110 единиц техники, 620 российских военнослужащих уничтожены. Достаточно крупные, крупные цифры на самом деле. И вот хорошая новость военного исключительно толка. Швеция объявила новый пакет военной помощи в Украине. Мы переживали все там, что Америка, что Европа. Вот вам Швеция, Европа Европой. Стоимость пакета нового помощи 2,2 миллиарда шведских крон, то есть 143 миллиона евро. Ну, кстати, не так мало. На самом деле были пакеты у американцев примерно похожего, да, схожего объема. И это уже по счету 14-й пакет военной помощи со стороны Швеции. Там в основном боеприпасы, запчасти для бронетехники, средства связи, пехотное снаряжение. Но что заявило правительство Швеции? Что правительство Швеции приняло решение рассмотреть вопрос о выделении Украине боевых самолетов. Шведские боевые самолеты называются «Гриппен». Гриппен, Гриппен. Вот, самолетов «Гриппен». Либо путем передачи в ДАР или экспорта «Гриппенов», либо, возможно, Швеция просто присоединится к коалиции F-16 и будет их закупать для украинской армии. Вот, пожалуй, если говорить о прямо фронте и войне, что я могу за сегодня сказать. Еще одна хорошая новость, правда, с легкой поспешностью, мне кажется, эта новость пришла к нам. А потом уже после этой хорошей новости перейдем к поздравлениям. Поздравления в адрес нашего завтрашнего именинника. Пока думайте, сидите, гадайте, о ком это я. Вам потом придется эти поздравления писать в виде комментариев. Итак, Всемирный банк. Пока что мы говорим про Всемирный банк. Это такой крупнейший в мире банк, учрежденный всеми странами мира. Ощутимо улучшил прогноз роста ВВП, ВВП, внутреннего продукта Украины в текущем году. У нас на прошлой неделе была хорошая новость, что восстановилось промышленное производство Украины. По крайней мере, в денежном выражении, в гривнах, в этом году уже уровень промышленного производства достиг довоенного уровня. Поразительная, на самом деле, новость. Это же получается... Да, я понимаю, что курс доллара другой. То есть в долларах-то уменьшилось. В гривнах сохранилось, в долларах уменьшилось. Но это же без Мариуполя, это же без Северодонецка, это же без Бахмута, это без всего, что было оккупировано и уничтожено россиянами. И тем не менее восстановили промышленное производство. А вот теперь, видимо, основываясь в том числе на этой статистике, на этих фактах, Всемирный банк по состоянию на начало октября прогнозирует рост ВВП Украины в этом году, в 23-м, на 3,5%, что ощутимо выше июньских оценок. Тогда считалось, что вырастет ВВП на 1,5%, а теперь решили, что на 3,5%. Вот такой, знаете, вообще-то рост в воюющей стране, которая отбивается от огромной вот этой российской машины, да, военной, от второй армии мира. У нас растет ВВП на 3,5%. У нас вообще до войны, я не помню, был ли такого масштаба рост. Нет, в лучшие годы был, но так, в обычные годы, по-моему, не было у нас такого роста. Также, заодно, уже Всемирный банк улучшил прогноз на 2024 год. До 4%, что на 0,5% больше, чем раньше они планировали. Мы улучшим прогноз на 2025 год. 6,5% роста ожидается в 2025 году. Среди факторов, которые будут способствовать росту ВВП до конца 2024 года во Всемирном банке, называют. Вот теперь внимание, это мне кажется интересно, потому что прогнозы прогнозами, но они же основываются на каких-то фактах. Эти ребята из Всемирного банка, они чиновники, они ответственны, они должны на чем-то основываться. Вот они говорят, мы основываемся на следующем, что более стабильное электроснабжение. Это я снова отсылаю к интервью Арестовича Гордона. Увеличение государственных расходов. Оно по грустному принципу произошло, но оно есть. Госзаказы-то военные есть. Большую внешнюю помощь. Ну да, в смысле, как вы понимаете, внешней помощи в ВВП не идет. Но благодаря внешней помощи происходят какие-то дополнительные инвестиции и наращивается производство. То есть, грубо говоря, нам оказали финансовую помощь, а мы на эти деньги произвели что? Более высокий, чем ожидалось, урожай. Ну потому что наши героические трактористы, на самом деле, прям по минным полям ездят и собирают урожай. Тогда подрываются, гибнут люди. В Харьковской области вот сжигают специально сейчас траву, чтобы взорвались мины и не разорвавшиеся снаряды. Это называется прям голь на выдумке хитра, правильно? Нет, я про наших фермеров, до чего дошли. Сжигают траву, чтобы взорвались мины российские. Повышение потребительской и деловой уверенности. О как! У нас еще и уверенность выросла. Ну вот кто живет в Киеве, не знаю, как в вашем городе, напишите, кстати, в комментариях, как в вашем городе. В Киеве я вот в прошлую пятницу, неделю назад, ехал на такси. Час по центру города, добирался из точки А в точку Б, по центру только час. Вчера примерно то же самое со мной произошло. В такие, знаете, год назад это же расстояние преодолел бы за 8 минут. Можно даже на самокате. Вот такие творятся дела. С одной стороны, все это очень приятно и очень хорошо, то, что нас так высоко оценивают в Всемирном банке. Почему? Потому что это будет означать, что нам будут выделять больше кредитов, больше инвестиций, больше будет вливания в украинскую экономику, потому что смотрят эти самые аналитики на данные Всемирного банка. Но в то же время, понимаете, насколько все это хрупко, насколько все это висит на волоске, все эти прогнозы. Значит, прогноз, если ВСУ выстоит, если ВСУ сможет уничтожить россиян на оккупированных территориях, тогда все эти прогнозы действуют. А если нет? А если прорвут они нашу оборону в Марьинке или в Авдеевке, тогда что? Тогда все прогнозы Всемирного банка уже не действительны, правда? Понимаете, насколько тонко все это, тонкий лед, по которому мы с вами идем, он постепенно становится толще. Это правда. С каждым долларом военной помощи, с каждым присланным нам орудиям, тем более самолетом, спасибо тебе, Швеция. Но есть оптимизм даже в нашей экономике. Все-таки в чем-то нам повезло. Да, мы воюем с очень грозным противником, у которого огромное количество вот этих там всяких зэков, добровольцев, мобилизантов, которые готовы убивать, грабить, радостно едут на войну, чтобы заниматься своим грязным делом. Но в чем нам повезло, что во главе них стоит все-таки, ну если честно, человек, мягко говоря, слабых умственных способностей. К тому же постепенно деградирующий прямо на наших глазах. Вот помните, кто-то сказал, он снова, Арестович, может и нет, кстати. Нет, не помню. Что мы видим деградацию, распад личности в прямом эфире. Это было сказано про Путина. И действительно, вчерашнее выступление в Валдае, знаменитое путинское, оно реально. Не только вот эта история про 5 килограмм, не тратила, хотел сказать тратила, потому что было логично, но нет, про 5 килограмм кокаин не только в этом продемонстрировала настоящий распад путинской личности в прямом эфире. Значит, прошла там речь про Нагорный Карабах, про историю между Арменией, Азербайджаном. И модератор дискуссии, какой-то там у них журналист, что ли, хотя в России журналисты-то смешно, конечно, попросил президента Российской Федерации прокомментировать слова Шарля Мишель, который сказал, что Россия предала армянский народ. И вот Путин отвечает, знаете, у нас в народе говорят, чья бы кобыла мычала, а твоя бы молчала. Чья бы кобыла мычала. Кобыла такая, представляете, скачет такой конь и такой грозный такой бум, уйденный на коне, который бум, кричит. Вот, кобыла мычала, а твоя бы молчала. Журналист его поправляет. Коровы. На что Путин, знаете, что говорит? Коровы, кобылы, неважно. Животное, короче. Животное, короче, это относится, конечно, скорее к самому Путину, чем к всему, что он сказал. Потому что обращаться к Шарлью Мишелью на «ты» тоже как бы не самое, наверное, вежливое со стороны президента Российской Федерации в данной ситуации. Кобылы у него мычат. Помните, было у Высоцкого. То у них собаки лают, то руины говорят. А у него, значит, кобылы мычат. А может, замычите. О, а если вы спорете, а может быть, залаете, а может, замычите, коровы ведь мычат, то вам седло большое, ковер и телевизор в подарок сразу вручат, а может быть, вручат. Вот это прямо, я считаю, что за такое достижение Путина о том, что кобылы мычат, ему нужно вручить седло большое, ковер и телевизор сразу в подарок. Ковер ему подарят, например, его офицеры-генералы, украденные из Украины, естественно. Ну, а седло большое, телевизор тоже, кстати, украденный из разрушенных украинских городов. Ну, а где взять большое седло, это уже их личное дело. В общем, он там подробно после этого, вот вся эта история про то, что животное короче, кобыл и коровы, неважно, подробно рассказывал о том, просто пустился в какие-то дебри, рассказов о том, как именно они пытались вмешаться и разжигать войну между армянами и азербайджанцами, и почему у них это не получилось. Знаете, что больше всего возмущало этого самого Путина во всем этом? Он связывался, как он говорит, с карабахскими друзьями, у него есть какие-то карабахские друзья, и говорил, слушайте, ну что вы будете делать, посмотрите на разницу в потенциале, посмотрите, а Азербайджан вырос, у него нефть, газ и так далее. Что вы собираетесь делать, как вы будете удерживать Карабах? Но те говорили, я слова Путина цитирую, будем сражаться. И Путина это возмущает. Что значит сражаться? Как вы собираетесь сражаться против великого Азербайджана? Потом он снова говорит, хорошо, отступите вот из этих районов, оставьте себе только чуть-чуть, чтобы вы могли в Армению ездить. Нет, будем сражаться, Катер-Армя. Путин это снова возмущает. В общем, он в своей этой вчерашней речи пять раз сказал это слово, будем сражаться. Оно его возмутило. Почему? Правильно, потому что он столкнулся с украинцами, которые на все его выпады говорят, а мы будем сражаться. Мы будем сражаться, мы не сдадимся Российской Федерации. А он пытается, ведь он же пытается логично объяснить. Я уверен, что он связывается со всеми этими посредниками, этими сраными китайскими, которые ездят к нему, этими папами римскими, их кардиналами, которые приезжают тоже в чем-то там, как это, пытаться посредничать, этими африканскими лидерами. И он пытается до наших, до украинских лидеров донести, что ну как вы собираетесь, посмотрите, у нас же военный потенциал, у нас же нефть. И вообще вы себя оставьте там. Вот понимаете, что ровно эти слова, которые он говорит армянам, говорит, он наверняка говорит украинцам. Первое. Как вы собираетесь сражаться против такой великой страны? Говорил он армянам про Азербайджан. А нашим он говорит про Россию. Такая великая Россия. Вам же не выгодно, вы же лучше себе оставьте вот это. Оставьте себе Львов, Тернополь. А это же вы отдайте, вам же так выгоднее. А ему на все говорят, будем сражаться. И вот это его раздражает, что мы все время будем сражаться. В общем, не буду дальше пересказывать все эти его речи. Завершу я сегодняшний выпуск, конечно, тем, что завтра произойдет. Вы, наверное, знаете, что произойдет завтра. Да, на этой неделе мы понесли большие потери среди гражданского населения, потому что массовые убийства совершили россияне снова. Но мы помним, что Путин без подарка не остается. От нас, от вооруженных сил Украины, от главного управления разведки. Никогда еще Путин без подарка не уходил. В прошлом году на день рождения Путину подарили обломки Крымского моста. Что ему подарят в этом? Это, по-моему, главная интрига. Завтра человеку 71 будет. Может быть, 71 беспилотник по Кремлю. Что еще можно, не знаю. 71 подбитый танк. Это уже как-то старо. Да. В общем, посмотрим. 71 километр. 71 корабль затоплен. Не знаю, на самом деле. Мы увидим все это. Увидим в небе над Москвой. Увидим в Черном море. Увидим на линии фронта. Увидим в нефтеперерабатывающих российских заводах. В общем, это непредсказуемо. Если бы я мог предсказывать, что сделает главное управление разведки, я бы, наверное, уже работал в главном управлении разведки. Поэтому хочется, прежде всего, пожелать. Пожелать Владимиру Путину завтра получить такой подарок, который всех нас обрадует. А его вообще нет. Если у вас есть вариант, что бы вы хотели подарить завтра Путину на его день рождения, пишите, пожалуйста. Я уверен, что это будет. Что нам в воскресенье, вот мы соберемся с вами в 19.00, в программе «Комендантский час», и нам будет чему порадоваться. В прошлом году подарок, кстати, опоздал. Был подарен ночью с 7 на 8. Но я думаю, что мы все равно не в обиде. Я имею в виду взрыв Крымского моста. Посмотрим, что будет в этот раз. Ждем, ждем сюрпризов с нетерпением от нашего главного управления разведки и от СБУ. И если у вас есть варианты, пожелания, а в воскресенье встретимся. Подписывайтесь на канал «Штурма», чтобы не пропустить «Комендантский час» в 19.00 в воскресенье. Подписывайтесь на канал «Штурма», чтобы не пропускать ежедневные выпуски в 18.00, чтобы не пропустить «Штурма» за неделю. Если вы смотрели это по другому какому-то каналу, переходите по ссылке в описании, где написано «Штурма», подписывайтесь на канал «Штурман». Потому что наши этельмонометры пока еще 280 тысяч. Но сейчас вот-вот будет 281. Очень надеюсь. Ведь Путин почему такой злой? Потому что у него же этельмонометра нет. Но я ему свой не подарю. Все, всем пока. А, и лайк тоже поставьте, кстати.